Это аквапарк Варния парк в таком городе, наверное, или небольшой поселок, город Луцки, 20 километрах от Польштена. Если кто-то был, то знает. В Хабаровске, где мы жили, я не слышал, чтобы кто-либо в каких-то аквапарках, чтобы были такие аквапарки. Есть много бассейнов различных, но аквапарка с горками, с какими-то разными течениями и различными джакузи, саунами, чтобы все это было для семей, для детей. Лечебные какие-то ванны, такого не было. В Хабаровске, и вообще, ну, я не слышал, чтобы на Дальнем Востоке где-то это было. Может, во Владивостоке, может быть, есть такое? Ну, по крайней мере, мы не слышали. Если кто-то знает, то расскажите об этом в комментариях. Так, в Калининградской области, зачем вообще в Польшу ехать в Алфавабак? Здесь вроде бы в Калининграде, в Калининградской области, в городе Балтийске, такой спортивный комплекс. Не помню, как он называется точно, но там есть аквапарк. Даже как-то думали, может быть, съездить в этот аквапарк. Не хочется так далеко в Польшу ехать с детьми. Но в комментариях, в отзывах об этом парке в интернете и на сайте самого парка так скудная информация была. Непонятно, нужно там справку какую-то, чтобы туда попасть, есть ли там горки. И отзывы, те, которые мы нашли в интернете, они такие, может быть, не очень хорошие об этом аквапарке. То есть нет таких восторженных положительных отзывов. Поэтому мы там еще ни разу не были. Хотя, может быть, это ближе было бы, чем ехать в Польшу. Но я не думаю, что там так же круто, как в армиапарке. Да, в армиапарке, это 160 километров от Калининграда. Мы первый раз были в этом аквапарке. Юля выбирала там на сайтах и сказала, что он будет по отзывам лучше, чем другие. Нам очень там понравилось. Другой раз мы были еще, когда в Варшаве, проездом, заехали тоже в аквапарк. Он не такой. Он не такой. Уже такого впечатления об аквапарке нет. Я в этом аквапарке, в армиапарк, снял виртуальный тур. Первый раз мы сфотографировали, сделали панорамы вокруг этого парка. Там тоже очень много чего сделано для семьи, для детей. Можно погладить лошадей, там озеро, в котором карпы находятся. Ну, то есть много панорам я снял вокруг территории. В этот раз я сфотографировал уже внутри парка. Я спросил, когда можно мне сделать здесь панорамные фотографии на фотоаппарат со штативом. Мне сказали, да, и конечно, без проблем. И поэтому, несмотря на то, что может быть кому-то не нравилось, что я там снимаю. И мне самому было неудобно снимать, сфотографировать, потому что люди вокруг, и они, может быть, так и посматривали на меня. Ну, я снял эти трехмерные панорамы, и вы можете посмотреть, ссылочка будет обязательно под этим видео. Первый раз, когда мы поехали в армия парк, мы останавливались на одну ночь в этом отеле. В этом аквапарке есть даже отель. Там есть разные массажные, лечебные процедуры какие-то можно проходить. Сауны, много чего. Мы там так много не пользовались всем. Я хотел рассказать про цену. Первый раз мы останавливались в самом этом аквапарке, но было дороговато. По стоимости посещения аквапарка на нашу семью за два часа мы заплатили 130 злотых, примерно 2200 рублей. Ну, два часа это достаточно, чтобы там так накупаться, все аттракционы попробовать, все ванны, во всех ваннах побывать. Вот. А если, например, вы поедете в этот аквапарк, вдруг кто-то посмотрит и поедет именно в этот, то есть такой вариант, чтобы в самом отеле остановиться, тогда посещения аквапарка безлимитные. То есть можно сколько угодно там купаться. Можно по озере, на лодочках. Да, стоит, стоимость отеля получается 14 тысяч рублей. Ну, вот, например, это на нашу всю семью из четырех человек 14 тысяч. Так, наверное, дешевле. Если, например, два человека едет, то есть мы будем говорить про цены на нашу семью. То есть на нашу семью в два раза дороже, чем для двоих. Да. Это уже проверено. Потому что либо нам брать два номера, либо один номер, но это всегда номер один. Да. Если в самом отеле останавливаться, это дорого. В этот раз мы поехали, останавливались. Юля нашла отель в Ольштоне. Это 20 километров от как раз аквапарка. Аквапарк находится в такой... Где-то на берегу озера. Вдали от там больших городов. Тишина. Озеро там прекрасное. Там в Сеноволе. Да. Вот. В этот раз мы остановились в отеле на две ночи за такую же стоимость, как если бы мы на одну ночь остановились в отеле в самом аквапарке. То есть дешевле было, например, где-то в другом отеле остановиться и туда съездить. Но минус такого варианта в том, что если вы остановитесь где-то в другом месте, вы не сможете посетить других вещей, про которые я сейчас расскажу. Продолжайте движение по дороге еще 10 километров. Что же там есть в этом аквапарке, в армия парк? Там есть бассейн. Глубина его от одного до примерно двух метров. Плавное такое углубление. Три дорожки. Не знаю, длиной, наверное, 20 метров. Ну, обычный бассейн, как и везде. Есть спа-салон, салон красоты, сауны. Мы вот в этом не бывали ничего. Есть детские мероприятия, музыкальные, как там, music club. Такое, и там, значит, они все детские песенки поют какие-то. Тоже там интересно было. Но мы не посещали. Ну, есть такое. Устраивают праздники для детей на улице. Вот как раз праздник мы видели внутри, как там детская песенка играла. Дети танцевали с родителями. Тут же сидят за столиками, кушают другие родители. Все это интересно. Кафе там есть. Такое классное кафе, даже как ресторан, можно сказать. Мы там попробовали мороженое, не пробовали обычную пищу. А вот в первый раз, ну, там есть кафе-ресторан. Мы там мороженое один раз заказывали. А в этот раз мы были, мы покушали, заказали там картофель фри, гамбургер, чизбургер. И еще как-то называется, тортилла, такая завернутая в лаваш. Там мясо, ну, курица жареная, там салат, еще что-то такое. На 54 злота у нас вышло. Мороженое тоже, хотя не дешевое было, но так прям в таких красивых вазочках. И очень много тоже, большие порции были. Огромная красивая территория вокруг аквапарка. Очень красивая. Там можно гулять, отдыхать. Там разные виды качелек всяких. Разные виды каких-то снарядов, на которых можно... Например, веревка такая, на нее садится ребенок, а катится вниз. Смотри, вон она плывет. Смотри, огромная просто, она... Ей нравится камера. О, да. Поближе к вере, видела. Вот это да. Поближе к вере, пап, видела. Видела, что-то на ней... Вот такая крупненькая. В прошлый раз мы были здесь ночью и не видели всех этих рыб. Но тут круто. Давай, пап, поближе ее, чтобы ее попробовать. Интересно. А, ну там написано, рыбу не кормить. А трогать можно. Классный фонтан здесь сделан. Просим не кормить рыб. Please do not feed the fish. Вот здесь были лошади. День и ночь. Ночью находятся лошади здесь. Их можно гладить. Возможно, на них можно и покатать. Дерево такое красивое. Но рыбы, конечно, у меня впечатлили. Потому что... Смотри, отсюда, наверное, можно зайти. Пойдем посмотрим. Наверное, все лошади находятся здесь. Ну, раз открыты, значит, можно, наверное. О, смотри. Здесь лошади находятся. Моленькие. Ну, точнее, большие. Посмотри, какая красивенькая. А, тут даже написано. Видимо, есть прогулка на лошади 30 минут. Спасера в СОИ, в СЕОДЛЕ, в СЕДЛЕ, на ПЛАЖА. Добрый. 50 злотах 30 минут. Но я не готов. Лошадь, на лошади в СЕДЛЕ ездить 30 минут. А посмотреть на лошадь готов. Иди ко мне, моя маленькая. Ну, иди, хорошенькая. Чичи. Она может икрустить. Давай рукой. Не надо, укус. Какая хорошая. Убага. Внимание. Погершай. Влад, осторожно. Да, здесь еще, Юля подсказывает, фотографии птиц, которые здесь обитают в этом лесу. Ну, вот, например, Дзеклосказарни. Польский язык очень сложно считать для меня. Ну, что же. Идем в этот парк. Эта дорожка, по которой мы сейчас идем, была освещена. Поэтому, все-таки, хотелось пройти до конца маршрута. Было очень интересно. Деревья такие высокие. Ну, сосны. Сосны очень красиво. Сосна обыкновенная. Сосна обыкновенная. А где-то там может ходить олень и гли. Дикий кабан. Ой, запах. Голова кружится. Какая-то дорожка. А вот по этой дорожке можно было и на машине сюда выехать, я думаю. Въезд в есцезе только для гостей отеля, только для посетителей отеля, гостей отеля. Там какая-то надпись. В армия парк. До джезе. До плуззинзне. А, джеплузне. Это, наверное, озеро Плузне. Еще одна табличка, где рассказывается, что делает кабан. Раскапывает. Ааа, можно следы находить. То есть, например, если с кожи содрано с дерева, кора, значит это лось. Ковырял. То есть погрызанные разные предметы, следы. Можно определить, кто здесь. Вон, раскачиваются деревья. Вот если остановиться и посмотреть, то они раскачиваются высокие. О, да. Очень красиво. Тонкие часы. Ааа, стэвуэй, цапля, сыва, бобр, лягушка, ну и всякое. Похоже, что можно поплавать на лодочке. Мы не были готовы к такому повороту событий. Озеро великолепное. Ну-ка, посмотрим. Слушай, так хочется туда проехать, покататься. Сейчас я узнал, как можно покататься на лодочке. И сказали, что... Точно. В общем, ну это для гостей отеля, которые здесь спят. Те, кто в Аклопарк приехали, получается, они не могут арендовать лодку. Ну да, нормально, вот люди катаются на лодочках. Да? Вообще на лодках здесь можно кататься. Только для гостей отеля. Ааа, только для гостей. Вот он, вот он. Закройте его тенью, Юля. Закрой, что-то. Ага. Это то, что касается территории вокруг парка. А в этот раз мы были... А в этот раз мы были... Да, здесь проезжает такой поезд. Поезд очень красивый. Как его снять? Ну-ка. Ну-ка. Давай. Вот он, поезд. Проехал. Ну, интересно. Вагончик. Не знаю, куда он есть. Может, как автобус такой на рельсах. То, что касается самого аквапарка. Это вот первый раз мы в этом аквапарке, в Армеапарк были. Это вообще было что-то. Такие, вот, не знаю, восторженные впечатления. А там такие горки есть. Обычная для маленьких детей горочка белая. Скатываешься сначала, влюкаешься в воду. Блину один. Нет, один один. И дальше потом по второй горочке. Ну, очень медленно катишься. И дети маленькие. Они вполне могут кататься. Там не страшно, но очень интересные. Потом красная горка. Такая длинная, большой протяженности. Первый раз тоже мы катались. Ну, классное впечатление, когда несешься по этой горке. За воротами там раскручиваешься. 15, там, 10 секунд. Большой скорость от этой горки. Есть желтая горка. Ее еще Юля нашла название. Она называется Камикадзе. Юля смеется. Ну, я тоже так смотрю. Ну, хотел рассказать про свои впечатления. Первое от этой горки. Смотрю, вот на красной я уже прокатился. И там вот такая очередь на красную. А на желтую мало человек. Я думаю, ну, сейчас что? Ну, прокачусь, а что тут такого? Дети катаются. Я-то, как бы, залез на эту горку. Сел туда. Покатился. Еду, еду. Ну, вроде бы ничего. А потом такой там спуск идет. Не знаю, наверное, градусов. Ну, не 45, может быть 30. Но ты просто летишь туда, как будто бы падаешь с высокого здания. Первое у меня желание было как-то остановиться, затормозить. Но ничего не помогает. Ты пролетаешь. С тебя прям такой спуск, что, я не знаю, сейчас там разобьешься. Ну, ну, не знаю, такие впечатления прям. И что-то в воду. Такое главное. На видео тоже будет видно, как вылетают люди с огромной скоростью. Там даже, кстати, дальше вот за этим местом, где вылетают люди, стоит такой стеклянный экран, очень высокий. Потому что брызги разлетаются во все стороны. Вот. Я первый раз, когда скатился с этой горки, у меня таких чувствов пошел и рассказал Юле о том, что очень классная горка. Я не знаю, мне так, ну, потом, когда ты уже съедешь, все нормально. Все уже классное ощущение. Я прям, не знаю, адреналин, радость какая-то, да? Я все это Юле рассказал, и она еще, хотя ни с одной горки не скатилась. И при том, что Юля не умеет плавать абсолютно. Ну, там метр глубины, что? Там метр двадцать спины, но там вылетаешь с такой скоростью, что, я не знаю. Это приличное такое слово, что Юля не убирает. А когда я ехала, у меня были другие эмоции. Я понимала, что я не умею плакать. Плакать? Плавать. Ой, плавать. Глубинат там метр двадцать. Ой, и когда вначале тихонько, но когда потом ускорилось такое ощущение, что летишь с высоты пятиэтажного дома, у меня было в мисле ходовый живой пью. Кого? И это мне помогло выжить. Эти горки, вот эта желтая горка и зеленая еще была горка, они с двенадцати лет. Желтая горка. Вторая горка там, как такой спуск идет, очень крутой. Вот эта тут уже под 45 градусов. Одну секунду страха ты терпишь. Потом, когда вылетел, такая воронка, зеленая воронка, и ты по ней вот так кружишь, кружишь и плавно стекаешь. Мы назвали это в горку унитаз. Ну, плавно стекаешь в такую воду. Там находится, ну, так глубина 1,9 метра. Тут то место, куда ты падаешь. Тоже страшновато было. Несколько раз я катался на этой горке. И вот впечатления от всех этих горок были такие великолепные. Первый раз на таких аттракционах бывали. Горки понравились. Потом, вот я когда переписывал, кстати, вот про этот аквапарк, там не перечислить всего, что есть. Ну, очень большой список у меня здесь создал камп. Большой бассейн с разными снарядами. Есть специальный снаряд для скалолазов. Так, давайте, есть специальные такие камни, за которые можно цепляться. И с высоты прыгать в эту воду. Водопады есть, под которыми ты стоишь. И они... И зеры, которые... Ну, такие пузыри, которые бьют из-под... Ну, там, с нижней части, из-под воды. Потом... Ну, там, так набиваешь, пузыришься. Есть такие массажные места. Ну, то есть ты ложишься на них, и там пузырьки прям... Такое, как шезлонги, только в воде и пузыри на них идут. Есть места тоже, где... Там, они называются... Места для... А, пещеры для влюбленных. Я на сайте тоже прочитал, что они так называются. Вот такие выемки, там можно сидеть, общаться. Как пещера сделана. Также вот есть река с таким стечением, который несет тебя... Еще интересное там были... В этот раз работал... Работал... Такой... Джунгвит, такие, с морсящей соленой водой. Когда заходишь, все вокруг там какими-то веточками выложено. И сверху моросит соленая вода. Лечебная. Детский лягушатник. В нем есть много детских горок разных. Ну, не много, а несколько детских горок. То есть это одна так... Да. Пластиковая горка. Белая такая горка, в которой дети скатываются. Динозаврики разные. Такие... Такие разные штуки, на которые дети садятся и плавают. Вода очень теплая. Дети там не заболеют. Им там комфортно находиться долгое время. И там родители сидят. Ну, и глубина небольшая. Буквально там сколько? Пол метра. Так что дети там нормально отдыхают. Руслану там очень понравилось у нас. Гидромассажные ванны, в которых можно заходить, пузыриться там. Есть просто... Ну, причем там в этих гидромассажных ваннах горячая вода. Есть внутри помещение, есть снаружи. Прямо выходишь на улицу, так прохладненько, и ныряешь в эту ванну. Там тоже несколько семей может поместиться, сидеть. А вторая... Там одна такая с обычной водой, а другая с соленой водой, видимо, лечебной. У тебя начинает щипать... У меня щипало лицо, где там бреешься, и, ну, видимо, раны, порезы какие-то. А то... щипет. Опять не 60 написано. Шезлонги на улице. Шезлонги находятся там, в самом помещении, где можно отдыхать. Такое сделано в виде корабля, паруса. Ну, я, честно, не видел ни разу, чтобы там кто-то на них лежал. Обычно все находятся где-то в воде, вот в этих самых... там, каких... на аттракционах различных. Есть там сауны. Дополнительную плату мы туда не ходили. В общем, впечатления от посещения аквапарка такие классные. Возможно, где-то есть еще лучшие аквапарки. Может быть, с большими горками, еще что-то там такое. Но вот этот аквапарк, это лучший аквапарк, в котором мы побывали. Напишите тоже ваши комментарии. Здесь будет... Ну, я видео много размещу, так что будет с чем сравнить, если вы были в других аквапарках. Нам, детям, очень понравилось. Если вы были в аквапарке, в этом армиапарк, напишите тоже, что вам понравилось, какие ваши впечатления от посещения этого аквапарка. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Если хотите смотреть следующее видео, которое мы будем снимать, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ну и большое спасибо всем, что смотрели. Пока, до новых встреч. Пока. Пока.